Добрый день, друзья, уважаемые подписчики. Итак, у нас сегодня очередная новость. Россиянам грозят изъятием оружия и отзывом лицензий. Представители «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий правила выдачи огнестрельного оружия гражданам. Выдачей медсправок для лицензий займутся государственные диспансеры. Частные компании до этой процедуры допущены не будут. Электронные заключения при этом будут аккумулироваться в единой информационной системе, а Росгвардия получит доступ к данным о заболеваниях, выявленных у владельцев оружия. Полученные сведения будут основанием для направления гражданина на обязательное медосвидетельствование с временным изъятием у него оружия. Депутаты Сергей Неверов, Александр Хинштейн, Василий Пискарев, сенатор Андрей Турчак «Единая Россия» внесли в Госдуму поправки к закону об оружии, вводящие запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия для граждан, имеющих медицинские противопоказания. Перечень установит правительство. Такой перечень, отметим, существует и сейчас. В него входит шизофрения, умственная отсталость, расстройство поведения, связанное с употреблением психоактивных веществ, а также существенное снижение остроты зрения, менее 0,5 на лучшем глазу и менее 0,2 на худшем. Граждане, состоящие на учете в диспансерах в связи с психическими заболеваниями, алкоголизмом или наркоманией, получить оружейную лицензию не могут. Однако действующий механизм в «Единой России» называют недостаточно эффективным. Как пояснил господин Хинштейн, гражданин может прийти в частную клинику, заплатить небольшую сумму денег и получить медсправку для получения оружейной лицензии даже при наличии заболеваний. Росгвардия проверить достоверность данных не может. К примеру, выяснить, стоит ли человек на учете в диспансере. Все, что создает риски возникновения ЧАЭС, связанных с применением оружия в общественных местах, лицами с отклонениями психического здоровья или склонных к употреблению наркотических, психотропных средств, сказано в пояснительной записке. Вводится новый вид контроля. Если в ходе медосмотра или при оказании медпомощи, к примеру, после ДТП, у владельца оружия обнаружились признаки заболевания, которые являются противопоказанием, например, следы наркотиков в крови, информацию об этом передадут в Росгвардию. Ведомство направит владельцу оружия предписание пройти внеочередное медобследование в течение 30 дней. По стандартным правилам это нужно делать не чаще, чем раз в 5 лет. Пока оно не пройдено, разрешение на хранение, ношение и использование оружия и само оружие изымается. В случае неоформления заключения или уклонения от внеочередного освидетельствования, право на владение и использование оружия аннулируется, сказано в пояснительной записке. К действующим правилам медосвидетельствования, обследования у врачей, сдачи мочи для обнаружения наркотиков, будет добавлено психологическое тестирование, рассказал господин Хинштейн, для диагностики психических отклонений. Сведения о факте обращения за медпомощью в состоянии здоровья, напомним, составляют врачебную тайну и без согласия гражданина никуда передаваться не могут. Это закреплено в законе об основах охраны здоровья граждан. В него внесут поправки, чтобы Росгвардия могла обойти запрет. Какие сведения будут передавать ведомство, определит Минздрав, говорит господин Хинштейн. Не исключено, что диагнозы Росгвардии не понадобятся. Достаточно будет заключения медиков о возможности или невозможности выдать лицензию. Ужесточить контроль за выдачей оружия президент Владимир Путин, напомним, поручил после резонансового инцидента в Казани 19-летний Ильнас Голявиев из гладкоствольного ружья, на которое у него было разрешение, расстрелял 9 человек. По предварительным данным, обнародованным СКР, у него серьезное заболевание мозга. Речь идет о поэтапном отмирании клеток и нарушении нейронных связей между ними. Медсправку Ильнас Голявиев, тем не менее, получил. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил поднять возрастной ценз с 18 до 21 года для выдачи лицензии на владение огнестрельным оружием. Медсправки, по мнению господина Золотова, должны выдавать не частные клиники, а госучреждения. Это предположение и вошло в законопроект. Некоторые компании наладили поточную работу по выдаче медицинских заключений, подтверждает Александр Хинштейн. Медсправку предложено сделать электронной и размещать в специальном реестре в составе единой государственной информационной системы ГИС Минздрава. Создание реестра медзаключений исключит возможность их фальсификации, считают депутаты. С Министерством здравоохранения законопроект согласован, заявляют они. По данным, которые приводит «Единая Россия», на 1 мая 2021 года в Российской Федерации насчитывается более 3,6 миллионов граждан, имеющих разрешение на хранение, ношение и использование свыше 6,3 миллионов единиц оружия. Непонятно, насколько качественно было проведено медобследование Ильназа Голливиева перед выдачей лицензии, говорит нарколог ООО «Институт профилактики» Александр Ковтун. Может оказаться, что имеющихся правил достаточно, просто они не исполнялись надлежащим образом. Лишь после установления причинно-следственной связи между освидетельствованием недостатками действующих правил и последствиями можно говорить об изменениях в законах. Предложенную «Единой Россией» систему эксперт назвал забюрократизированной. Почему из процесса освидетельствования исключают частные медорганизации? Ведь они порой более скрупулезно обследуют граждан, в отличие от государственных диспансеров. Для них существует риск отзыва лицензии. Основатель юридической компании факультет медицинского права Полина Габай обращает внимание, что право каждого на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, «Защита своей чести и доброго имени» установлено частью 1 статьи 23 Конституции РФ. Сведения, составляющие врачебную тайну, относятся к информации о частной жизни лица. В Конституции же запрещены сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия. Но федеральным законом права граждан могут быть ограничены. Ответить на вопрос, будет ли инициатива являться нарушением конституционного права граждан, затруднительно, рассуждает госпожа Габай. Следует разобраться, необходимо ли в действительности введение указанной меры для защиты здоровья, прав и интересов других граждан. На сегодня это все. Будьте внимательны и всем удачной охоты! Субтитры создавал DimaTorzok